Вопрос девяносто пятый. У нас звучит литургия, литургия. Литургический сон и литургический. Давай. Вопрос девяносто пятый. Если в РПЦ Московской Патриархии из 719 правил Соборов и Святых Отцов 413 нарушаются, что по мнению старообрядцев является доказательством безблагодатности, то как обстоит дело у самих старообрядцев? Все ли правила Соборов у них соблюдаются? Ответ. Вышеуказанная цифра 57% нарушений всех правил. Это мой подсчет. Вот смотри. Я указывал в каждом соборе, какое правило. И чтобы вывести вот эту цифру, их больше нигде нет. Это моя наработка. И когда я это открыл в Жорданвильском монастыре, в Русской Православной Зарубежной Церкви, мгновенно давайте материал опубликовать где-то. Но у меня его с собой не было. И вот это спросил Осипа, всех этих громотеев. Сколько правил канона нарушаются? Повторяю. По дулам пистолета даже они не отметят. Они не знают. И знать никогда не будут. Почему? Они защитники этой системы. Труд нескольких лет. Нарушение правил широко практикуется и в Стурообрядцев, и в Зарубежной Церкви. И все находят этому оправдание в слове «нужда». Книга пророка Серахова, 15 глава, 12 стих. «Не говори, он ввел меня в заблуждение, ибо он не имеет надобности в муже грешном». Матфея, 7 глава, 3, 5 стих. «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему? Да, я вынул сучок из глаза твоего, и вот в твоем глазе бревно. Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». И меня когда спрашивали, я говорю, у нас в общине не нарушается ни одно правило. Но это вообще их сшибает. Они говорят, да кого вы считаете? Я говорю, давайте. И это слово, которое я ответил, стало известно. И вот священники собрались, и мне говорят, и вы узнали, такие радостные сидят, и все это снимается. Ролик такой есть. А мы узнали, и вы правила нарушаете. Вот, и говорили, ни одно не нарушается, а нарушается. Я говорю, и какое же? А вы знаете правило такое, что с евреями в бане мыться нельзя вместе? Не знаю. Ну вот. Что я говорю, вот. Ну в бане-то ходите, а там могут и быть евреи. Я говорю, я не хожу никогда. У нас своя баня. Как? А они так, ну все же ходят. Тогда второе. Если в баню не ходите, то и в ресторан нельзя ходить все время вместе. Это тоже правило есть. Я говорю, вообще не хожу. Как так? Везде бывает, и никуда в столовую не заходят. А там уже еврей сидит. Понимаете, вот эта-то юдофобия. Мозги сбекренило буквально. Я говорю, не хожу. Ну вы же дорогой бываете где-то? Бывают. Мы купили батон в магазине. А это не запрещается? Ну, нет, конечно. Мы с батюшкой зашли в сад, который там городской-то, и сидим на скамейке, в снег. И снег макаем каждой половинкой этого батона, ну продолговатая, как булка-то, и поели. Как? Со снегом? Да. Они вдруг переглянулись. Ну, видишь, и уродивы перед ним. Вот и все. А этот раз приехали, когда они опять. Вот теперь мы уже знаем, вы нарушаете. Я говорю, а как? Ну, правда, это не каноны правил, а в Библии сказано. Если пойдешь застан, возьми с собой лопатку, чтобы зарыть испражнения, потому что посреди вас ходит Господь. Ну, вот вы же ездили. Ну, ведь вы же ходили. Ну, правильно, мы в лесу остановились. Лопатка-то. Я говорю, я сфотографировал, что лопатка, она в щихле была маленькая, как саперная. Что, с лопаткой всегда были? Всегда. Ну, и Сергей Павлович это знает. Туалет, первым делом, выкапывали, а потом уезжали, все заливали. Вот они подыскиваются, заметь, начали с еды и кончили с туалетом. И еще не нашли. Повторяю мои книги. Туалет. 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 Пармур. Вы-то не относитесь к этой, к РПЦ, не по этому, ничего нету они, наверное, с делами, иначе бы они жахнули, ахнули, ничего, ни одного слова. Вот Левон там рядом, хорошо бы он еще сам сказал, чтобы услышали, как он был в Сергиевской лавре, и как издают специальные брошюры, книги, говорят, против меня, и разрешены бесплатно. Да, так и было, раздавали, еще объясняли со стервенением, что Лапкин еретик, гнать его в шею и так далее, то есть им не объяснишь ничего, и раздают бесплатно, распространяют и так далее, подтверждают, да. Вот так. Ты его покажи, вас можно себе показать, чтобы вы видели, что это не подставная фигура. Мы ролик ночью выставили, беседа с гостем, а главное разрушители, больше тысячи за ночь пришло, а Герман и Стергиев говорят, дай, чтобы, если можно видеть, хотя бы тогда на ролик или как, потому что наше содружество, чтобы знали. Тут мы с абсолютной точностью говорим, к нам приехал гость, и посторонний он для нас человек. Вы не уходите, Сергей Павлович, сейчас закончим тогда, мне нужно, я вам напишу, там вопрос задам и просьбу. И видать, никак, да? Никак. Ну, никак. Ну, в общем-то, ролик уже стоит, там вы его увидите, сегодня ночью поставил, сегодняшнее после этого. Ну, еще, прочитай, 96-й. Повторяю, вот когда ответ впереди, там коротенький ответ, потому что вопрос-то говорит о правилах, и если устаробряться, я отвечаю. Потому что старобряшись, это моя родина. Там, где мы родились.